армас из дар до стар был каштанов минен каштанов reaction канал макош кельди низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием а байку нан баев о казахах слова назидания ребята приступаем к просмотру прежде чем мы приступим к прохме за то что подписывайтесь на канал кто еще не подписался внизу кнопка переходите подписывайтесь также подписывайтесь на мой бусти там реакции на все ваши топовые казахские фильмы уже давным-давно в открытом доступе но как в открытом надо подписаться и собственно смотреть дорога к матери шал бизнес по-казахски казахское ханство алмазный меч золотой трон районы бизнесмены ребята все эти реакции уже давным-давно ждут вашего внимания так что переходите подписывайтесь ну а мы приступаем и так наш youtube канал снимает не только максимально полезные видео но и делится с вами интеллектуальными трудами выдающийся личностей и сегодня в выпуске труды избранные абая кунан баева для тех кто не знает абай кунан баев это выдающийся поэт мыслитель да и вообще гордость казахов нашего народа творил он практически 150 лет назад и я надеюсь что большинство из вас читали его слова назидания я обращаюсь казахом и очень хотелось бы чтобы вы еще раз их послушали и лишь ним не будет приведу небольшой отрывок из этого выдающегося на мой взгляд произведения которое актуально вот уже полтора века еще надеюсь только не любят народу друг друга в детстве не часто приходило слышать как наши казахи встречаясь с узбеками называли их сартами посмеивались над ними ах вы такие сики и широкополые тарабаристы на глаза сладкие за глазами ругательные ах вы сарты по нашему ведь сарт ребят извините что перебиваю ну вот буквально недавно кто-то в комментариях оставлял как раз таки вот эти строки там такой достаточно длинный был комментарий и вот я запомнил почему потому что про сарты идет речь и вообще в принципе блин интересно такое какое-то интересное совпадение опять же да вот буквально вчера позавчера еще такой длинный комментарий был я его прочитал слова на здание абая блин вот это совпадение давайте еще раз самое начало сартами посмеивались над ними ах вы такие сики широкополые тарабаристы на глаза сладкие за глазами ругательные ах вы сарты по-нашему ведь сарт сорт значит грохот так мы смеялись над соседями встречаясь с нагайцами татарами тоже ругали их и над ними смеялись нагаяц верблюдо боится верхом на лошади устаёт а пешком отдыхает не нагаяц они а на кайце что значит неуклюжие ни в чем у них нет ловкости и трусы они и крохоборы если встречались с русскими то смеялись над ними за спиной их мы считали людьми необузданными людьми доверчивыми я тогда думал что кроме нас нет хорошего народа и что самый лучший в мире народ мы казахи так радовался ругая соседей забавляясь руганью и смехом теперь я вижу нет такого растения которого сарт не сумел бы вырастить нет такой вещи которого он не сумел бы смастерить нет такой страны куда бы ни проник купец сарт живут они друг с другом дружи прежде только от них и приходила к нам живым одежда а мертвым саван головы мы остались бы без сартов если бы не покупали всего у них отдаваем свой скот выращенный с такими заботами и теперь при русских быстрее переняли сарты русские знания и русское мастерство обходительность чистота вежливость все у сартов смотрю на татар они могут быть хорошими солдатами умеют стойко перенести бедность не бояться смерти умеют строить школы у них как и у нас есть мудры они соблюдают законы религии татары умеют трудиться богатеть жизненные удобства все у них их богачам наши идут за за хлеб слуги и батраки даже нашего боя они выгоняют из своего дома и говорят им этот пол не для того сделан чтобы ты топтал его своими грязными ногами все это от того что они дружно работают овладевают мастерством вот что приводит их к достатку о русских и нечего говорить мы не можем сравниться с их прислугой на чем же основана наша хвастливость и те пренебрежительные слова которую мы говорим о своих соседях почему же казахи не любят друг друга почему они несправедливы почему они добиваются чинов великие мудрецы давно сказали каждый лентяй трус бессилен бессильные не бывают храбрыми бессильны всегда хвастлив каждый хвастливы всегда невежда всякий невежда всегда глупец и всякий глупец бесчестен лентяй становится жадным и никому не нужен попрошайкой это от того что нет у многих из нас иной мысли кроме мечты о повеличении поголовья скота нет у нас земледелия торговли нет у нас мастерства науки люб на ребята ну я думаю отчасти это можно и на современные современное время все это переложить в плане того что раньше все мечтали об увеличении скота поголовье скота сейчас финансовые прибыли и различные две дела движения до пока мы тут разговариваем кто зарабатывает недавно мне написали в комментариях ну и так далее и ежи с ними да что называется люди думают только об умножении скота умножив сада они передают их пастухам а сами наевшись мясо напившись в кумыса ходят наслаждаются любовью и скачками и вот праздность делает для человека тесными его кочеве и зимове ему кажется что мало у него земли для стад которых он сам не видит и он отбивает землю у соседа кляузами взятками начальству насилиями а сосед старается вытеснить другого соседа или уходит с места на котором жили его предки мы даже радуемся бедности своего народа потому что чем больше бедных тем дешевле рабочие руки мы радуемся когда лишаются люди скота потому что тогда освобождается пастбище разве мы друг другу желаем добра мы хотим обнищание соседей а те хотят чтобы мы разорились и вот так мы все и вот так мы все пересорились она и для вражды надо иметь силу вот мы стали оспаривать друг у друга должен всеволосных старшин и беев степь широка но она нам стала тесна а люди не уходят в чужие края люди не пашут землю не торгуют нет они торгуют только по своему они поочередно продают сами себя сегодня одному завтра другому в раздорах покупают люди в степи себе сторонников перепродают голоса и влияние степь полна вражды и воровства кто же может укоротить вора когда опираясь на воров все враждуют друг с другом кляуза населяет степь на лучших людей страны клевещут против них возбуждают уголовные дела для того чтобы на выборах лишить этих людей право быть выбранными ребята но это просто невероятно слова которые написаны плюс минус 100 150 лет назад не 150 он пока родился вырос да ну короче век столетия прошло ничего не изменилось единственное что абай называет степь а сейчас наверное это государство да но суть то одна и та же мы не сеем хлеба но мы сеем раздоры мы выращиваем ложек свидетелей которые могут подтвердить что они видели то чего они не видели и слышали то чего не слышали мы умножаем врагов что делать степи честному человеку если умолять врага если согласиться с ним во всем то значит ты сам нечестен а если бороться с врагом то станешь ты жить в вечных хлопотах и не найдется у тебя времени ни для какой работы старшины живут обманом и волок под их задами поселен хитростью и они посажены на него неправдой есть пословица у казахов не в деле а в человеке силы значит это пословица что ничего не достигнешь правдой и все получишь обманом для обманов мы выбираем волосного правителя на три года и первый год мы докучаем ему рассказывая про свои обиды а он настолько слушает и мы упрекаем его и для чего мы избрали тебя ты ничего для нас не делаешь второй год правитель заботится о том как бы опорочить своего соперника чтобы тот не мог сесть на это место после следующих выборов этому времени третий год правитель всех выслушивает и обещает все изменить если его изберут снова ребята ну как так то блин есть вот они сказали что это слова абая кунанбаева которому который жил 150 лет назад плюс минус то можно подумать что это слова какого-то нынешнего мыслителя который наш с вами современник так проводит он все время в пустых хлопотах кстати ребята все таки не тот не те слова которые были в комментарии там у абая немножко другие слова бы сколько раз я слушал как говорили казахи господи сделай нас беззаботными как младенцев значит у казахов есть заботы и они считают себя взрослыми мы если спросить у них какие у них заботы какое горе они знают то они ответят пословицами дана тебе жизнь наполни а средства имея на целый день бедному и отец не родня скот печень человека богатому свет а бедному тьма храбрец и волк найдут пищу на дороге берущая рука привыкает отдавать тот кто сумел нажиться то ты прав избегая глубоких озер и людей скупых если голоден скачи в дом где идут поминки ну нифига себе я почему-то подумал что он скажет где идут празднества ну или той а где идут поминки один скачи в дом где идут поминки ну это точно по-казахски много у нас пословиц но не говорится в них о науке а без знаний о справедливой и спокойной жизни человек любит свой скот как собственные свои потраха я ребят извините но почему сказал по-казахски я думал той ну или праздник до свадьбы когда там по 800-1000 человек одновременно гуляют там молодожены четверто и наверное больше половины не знают гостей то есть это там друзья друзей то есть весь аул там и полгорода собралось вот это я еще понимаю причем почему про поминки он так сказал бай он хочет получить все обманом если ему не дадут хочет ограбить человек не боится ограбить даже отца так на что же жалуются казахи разве их мудрость не похожа на мудрость младенца он даже дети знают что раскаленный камень жжется а взрослые не боятся преступления когда детям бывает стыдно они готовы провалиться сквозь землю а люди создавшие эти пословицы очевидно ничего не стыдятся они отрекутся и от тебя если ты не будешь на них похож и вот страна в которой я живу и вот народ который я люблю абай кунан баев слова назидания ребят просто невероятные слова честно я вот прям слушал проникся самое для меня невероятно это то что как я уже на третий раз буду говорить сто лет назад они написаны но практически слово в слово можно применить это все к нашему времени тут я имею я думаю наверное не имеет значения страна россия казахстан может быть украина белоруссия но не суть важно да это вот про про наши края как будто бы как будто бы про наше время хотя это слова назидание казахов которые были написаны очень давно не знаю насколько сейчас они актуальны именно вам вот непосредственно казахам казахстанцам кто меня сейчас смотрит напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ну я думаю как бы как сейчас модно говорить но не модно принято говорить авторитет абая кунан баева не зыблем да и я думаю мало кто пойдет против этих слов и что тут возразит хотя если у вас есть мнение пишите в комментариях с удовольствием почитаю мне конечно все немножко сложно комментировать потому что ну я знаю кто такой абай кунан баев но не читал его и вот сейчас впервые слышу и в частности вот эти слова назидание да но писал он очень интересно и самое удивительное что и актуален до сих пор да вот это вот мне прям понравилось это видео слова про выбор блин ну прям вообще один в один то что сейчас происходит походы это устройство которое вот этих всех выборных процессов моментов да ну было есть и будет скорее всего незыблемым еще не одно столетие не знаю может быть что-то кардинально случится и поменяется вообще в принципе но пока предпосылок к этому нету и наверное она умна у плюс-минус она вот так вот все и будет происходить да ну очень понравилось видео рахме что посмотрели его вместе со мной пишите комментарии ваше мнение что вы думаете по поводу услышанных тут слов подписывайтесь на канал включайте колокольчики и ставьте лайки всем пока удачи до встречи